Несмотря на довольно большое количество, эти столь необходимые сегодня средства защиты легко поместились в несколько ящиков, которые без труда можно перевезти на обычном автомобиле. Разгрузка занимает не более минуты. Сегодня сложная эпидемиологическая, да и психологическая обстановка. Как член общественной палаты Ленинского городского округа, при поддержке депутатов округа и ряда местных предпринимателей, организовали акцию взаимопомощи. 4 тысячи защитных масок привез предприниматель Дмитрий Гашев в микрорайон Зеленые аллеи. Их будут раздавать местным жителям, которые по той или иной причине выходят на улицу. Хотим отметить, что это ни в коем случае не призыв нарушать режим самоизоляции. Речь идет о людях, у которых возникла острая необходимость выхода из дома. И если они не могут обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, мы им поможем. Они могут обратиться к консьержам и получить вот такую маску, использовать ее по назначению. В помещении управляющей компании цены и по нынешним временам товар пролежал недолго. Тут же упаковки разнесли по подъездам жилого комплекса. По словам консьержей, многие соблюдают домашний режим, но они мало тех, кто все же выходит из дома. Вот на сколько в процентном соотношении люди стали меньше выходить из дома? Процент на 80. На 80, да. И в основном, наверное, выходит из дома? В магазин. В магазин, да. Или те, кто работает? Да. Стоит отметить, что управляющая компания ЖК «Зеленая аллея» заботится о жильцах. Например, здесь дважды в день проводится обработка подъездов. И эти маски стали своеобразным продолжением этой заботы. Тем, кто без маски, кто не может себе купить маски, у кого нет маски, а идет в магазин и так далее, чтобы их защитить. Потому что чем можем, помогаем. Но я думаю, что там на несколько дней хватит. Хорошо? Берегите себя. Спасибо, спасибо. По заявлениям врачей, маска в сочетании с другими средствами профилактики способна в разы уменьшить риск заражения инфекцией. В 80 подъездах жилого комплекса теперь на входе жителям будет доступно это простое, но столь необходимое средство защиты. В ближайших аптеках у нас масок нет, а вот эта помощь как раз будет очень полезна нашим жителям, которые просто будут вынуждены выйти на улицу и как раз будут использовать эти средства защиты. Конечно, сейчас не хватает ресурсов и возможностей, чтобы сделать бесплатной выдачу масок повсеместно. Но вот такие относительно небольшие акции уже наверняка спасут чьи-то жизнь и здоровье. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.